Мы видим, как наших беглых, они абсолютно не самостоятельны, их западные хозяева, ровно так же, как и киевский режим, подталкивают к росту эскалации, к радикализации. Вот Тихановская едет там в Нью-Йорк, вроде как площадка мира, к чему она призывает? Фактически к войне, к поддержке и к военному вторжению в Беларусь. Дальше что происходит? На территории Украины, под их водительством созданные, ну они преувеличенно называются полк там Калиновского, погоня, им конечно до полка далеко, но и недооценивать их нельзя. Вот смотрите, они как бы выступали якобы за мир, что сейчас происходит? Вот последнее сообщение от их экстремистских группировок. Они начинают мобилизацию среди беглых, создавать так называемые хоруги, вроде как первую создали в Гданьске, чем они заниматься собираются? Это непосредственно в Польше. Да, в Польше, Литве тактической подготовкой, спортивной, то есть военной подготовкой для чего? Для создания антибелорусских отрядов. Плюс вот эти временные успехи киевского режима на Харьковском направлении, ну естественно им вскружили голову, и уже с их стороны идут прямые угрозы и в нашу сторону. В этих условиях, особенно когда мы видим, что Российская Федерация будет наращивать военные усилия и уже в полную отвечать киевскому режиму на эти их действия, нам нужно посмотреть на свою систему безопасности. Проблема в том, что у нас угрожаемое еще северо-западное направление, это наращивание Польшей вооруженных сил, я не говорю даже, это отдельная большая тема о том, как, о милитаризации Польши, о том, как Польша становится крупной такой военной державой, которая еще не была недавно. У поляков есть разработанный план военной агрессии против Беларуси, причем этот план в нескольких видах ограниченного вторжения, как они планировали этого делать в 2020 году силами специальных операций, так и полномасштабного вторжения, к сожалению, он есть. То есть нашим военным этот план хорошо известен, туда планируется привлекать достаточно крупные силы и в этих условиях мы должны четко посмотреть состояние и готовность нашей системы обеспечения национальной безопасности. То есть это будет совещание, возможно, в виде Совета Безопасности, возможно, расширенного Совета Безопасности под руководством президента, где будет рассмотрено не только состояние вооруженных сил, а всех наших, в первую очередь, силовых структур, но не только. Потому что если мы возьмем концепцию национальной безопасности действующую, то там не только силовые структуры ее обеспечивают. И вот если мы посмотрим, даже за изменениями, которые происходят у наших силовиков за последние полгода, когда идет СВО, очень большие изменения сделаны. Во-первых, учтен опыт боевых действий. Мы стали формировать батальоны тактических группы, те, которые оперируют на театре военных действий. Нужно формировать тактические артиллерийские группы. Мы видим роль артиллерии. Надо наращивать группировку собственных беспилотников. Усиливать взаимодействие с нашими союзниками, в том числе в получении данных разведки из космоса. Организовывать управление войск. Уже заранее было принято решение о создании Южного оперативного командования. Увеличивать более тесные взаимодействия, в том числе и по решению задач выходящих за непосредственные, возможно, там, ведомственные какие-то требования пограничников, министерства внутренних дел, особенно спецназа, МВД и вооруженных сил. Плюс, это система территориальной обороны и то, о чем говорил президент народного ополчения. Иными словами, наша задача на данном этапе продемонстрировать противнику и продемонстрировать убедительно, не на основании просто слов и заявлений, что любая попытка вторжения на территорию Беларуси, она будет стоить ему таких потерь и жертв, которые несовместимы с решением поставленных задач.